Всем привет! С вами Карина и очередной выпуск Newsbox на Russian Music Box. Если ты следишь за последними новостями шоу Биза, нам с тобой по пути. В этом выпуске вы увидите. Диджей Смэш стал ресторатором. Концерт легендарной группы 90-х «Руки вверх» закончился настоящим аншлагом. И почему Нелли Матяева включила в дебютный альбом 13 песен. Это и многое другое прямо сейчас на канале Russian Music Box. На днях в одном из модных клубов столицы прошла презентация нового клипа Джигана «Нас больше нет». Корреспонденты Newsbox спешат поделиться всей информацией с этого мероприятия. Смотрим! Джиган приостановил работу в дуэтах и порадовал поклонников сольными релизами. Во-первых, это, конечно же, дебютный альбом «Холодное сердце», который уже можно купить в магазинах. О нем поподробнее расскажем прямо с официальной презентации. А пока принимайте новый клип на песню «Нас больше нет». Хватит писать эти лживые смс, твоим рукам не достать уже моих небес. Я наотрез начну с чистого листа. На этот раз обошлось без дорогих авто, мешков с деньгами и прочими атрибутами красивой жизни. Сценария никакого, сюжета никакого. Сюрреализм, все завязано на нас двоих. Мы два персонажа, два человека в кадре и больше никого. Песня «Нас больше нет» — это ода несчастной любви. Точнее, ее завершению и посвящена она только двоим. Вот и режиссер Ашот Геворкян, видимо, решил заострить внимание зрителя на главных и единственных героях. В начале одиноких сердец, мы все еще ищем ответ. У каждой любви есть конец, нас больше нет. Съемки проходили в Калининграде в марте этого года. Были выбраны четыре локации — студия, улица, библиотека и море. На последнем месте съемок пришлось совсем не сладко. На море холодно было, все-таки Балтийское море, там ветер очень сильный. Ну, так все нормально, слава богу. Надеюсь, то, что получилось, понравится вам. Совсем скоро «Джиган» проведет официальную презентацию альбома «Холодное сердце» в Москве, а затем отправится с этой программой по городам России и зарубежья. Более подробная информация, а также клип на песню «Нас больше нет» вы всегда можете найти в эфире Russian Music Box. Это «Джиган» специально для Russian Music Box. Одно из самых крутых столичных площадок на днях, можно сказать, прорвало от трехчасового драйва легендарной группы, которая еще в 90-х, как будто приказала всем поднять руки вверх и наслаждаться жизнью. Смотрим! Это попса, я такое не слушаю, скажете вы. Но все подобные фразы отходят на второй план, когда слышишь с детства знакомые аккорды и ножка сама по себе начинает дергаться, а губы предательски подпевать. Группа, на которой выросло не одно поколение, тексты песен, которые, кажется, будешь помнить до старости, порадовала москвичей концертом в Москве. Наша дорогая, любимая, избалованная публика привыкла видеть всех от Бритни Спирс до Бьонс. Группа регионов, деревень, маленьких городов, городцов спорта, стадионов. Сергей сам часто задается вопросом, как так получилось? Выходишь в этот зал, понимаешь, что это съезд, ну там, не знаю, молочников России. И самый младший в зале 65 лет, да? И ты понимаешь, зачем пригласили Роккенберг? Ну зачем? А смотрят все эти бабульки, ух, встали и там, я же ты студент. Вот и московский зритель тоже требует возвращения в детство. Вот и приходится Сергею уже во второй раз в год давать двухдневный концерт в столице. Каждые полгода, да еще по два, да и все с прианшлагами, это, конечно, приятно. И правда, руки вверх редко дают концерты в Москве, зато уж если дает, то с таким размахом, что стены концертной площадки начинают трещать по швам. А очередь на концерт создает ощутимые пробки на дорогах. Дать трехчасовой концерт задача не из легких, но Сергей может позволить себе сочкануть и перевести дух даже в середине песни. Зал будет только рад ему подпеть. Апрельский концерт стал для Сергея Знаковым еще и потому, что на нем присутствовал очень важный гость. Тут дочка, ей прям три с половиной года, впервые будет на концерты папа. Надеюсь, что она теперь хотя бы поймет, что значит папа уехал на работу. Дочурка уже является ярой папиной поклонницей. Сергей сознался, что она уже знает и поет его песни. А если песня нравится ребенку, значит она действительно хорошая. Это научно доказанный факт. Да и под хорошую музыку в любом возрасте потанцевать хочется, что поклонники группы в очередной раз и доказали. Сергей Жуков, группа «Руки вверх». На группе канала «Музикбокс» вы смотрите мою радостную физиономию. В Москве открылся новый ресторан с оригинальным названием. Андрей Ширман, известный в народе как DJ Smash, воплотил свою давнюю мечту в реальность. Как это было, увидим прямо сейчас. Всем знакома фраза «Опять ты слушаешь это свое бум-бум-бум». Если да, то знайте, что для вашего бум-бум теперь есть специальная рум. Ведь именно так и называется новый при-пати-бар, который в центре Москвы открыл всеми любимый DJ Smash. Нужен такой ресторан, это шикарный ресторан. Это место уже мне нравится, я думаю оно нравится всем присутствующим. Я желаю этому месту успехов и долголетия. И неудивительно, что нравится. Новоиспеченный ресторатор грамотно продумал каждую деталь. Даже подобие бизнес-ланча для тусовщиков сделал эдакий пати-ланч. С 6 часов до 10 у нас действует 20% скидка на все меню. У нас есть и кальяны, и музыка, и еда. Разумеется, музыке в этом заведении отведено почетное место. Именно она будет создавать правильное настроение. Мэш настраивает всех на крутую музыку, и теперь он будет настраивать на крутую ночь. Будет очень много правильных и концептуальных диджеев играть алкотрэш такой прямо, чтобы весело было. Загадывать не будем, но старту бум-бум-рума был веселее некуда. Андрей устраивал экскурсии, бармены жонглировали бутылками, и вскоре во всем баре не осталось ни одного квадратного метра, где бы никто не танцевал. Это успех. Специально для группы каналов Music Box DJ Smash. Приходите ко мне. Наш канал с радостью поддерживает начинающих артистов. В ближайшем будущем перспективная певица Нелли Матяева представит в свет свой дебютный альбом. Что готовит артистка для своих поклонников? В нашем специальном сюжете. Эта певица начала свою активную музыкальную карьеру не так давно по общим меркам, но уже довольно прочно укрепилась в мире шоу-бизнеса. Нелли Матяева в студии Russian Music Box расскажет о «Семи слонах» и приоткроет завесу тайны о предстоящей работе. Вот на днях, со дня на день выпускается моя пластинка, дебютная, первая пластинка, которую мы еще хотели выпустить к осени, но решили не торопиться и доделать все штрихи и оттенки, чтобы они были, ну, поярче, что ли, не знаю. Вот, и она будет называться «Семь слонов». С таким названием, если верить той поговорке про корабли, дебютный альбом Нелли довольно скоро доберется до вершины хит-парадов. Кстати, еще один интересный факт – релиз включает в себя 13 песен. По словам певицы, никакой нумерологии тут нет, и уж тем более обошлось без магии. Хотя над некоторыми песнями все же пришлось поплясать с бубном в переносном смысле, конечно же. Менялись песни, я говорю, долизывались оттенки, делали, наверное, может быть, ярче диск, что-то искались, может быть, новые звуки студии. Думала, ну вот, вот, все, песни готовы, потом что-то, что-то, что-то не нравится, надо вот это поменять и вот это. Песня, на которой будет снят следующий клип, уже выбрана. Задумками о сценарии клипа решила пока не делиться. Но вот о композиции рассказала с удовольствием. Во мне. Песня во мне, и будет клип на эту тему. Только, пожалуйста, не подумайте, что во мне это что-то такое. Хорошая такая забойная песня, она про город, про вечер, про шум трамвая, про то, что там чувствует девушка идет в этом городе, и можно очень-очень красивый клип снять. Точная дата релиза пока уточняется, так как еще не закрыты вопросы организационного плана. А пока совет на будущее от Нелли. Я предлагаю вам всем послушать и посмотреть и запомнить. Если это, конечно, я думаю, у меня получилось. Это была Нелли Матяба специально для Russian Music Box. Всем пока. В рамках Volvo Fashion Week в Москве в гостиной на дворе состоялся показ новой коллекции дизайнера Анастасии Задориной. Эксклюзивные кадры и комментарии увидим прямо сейчас. Первый блин комом. Эту пословицу с успехом опровергла дизайнер Анастасия Задориной, чей премьерный показ с успехом прошел на неделе моды в Москве. На сегодня Анастасия Задорина просто покорила подиум и покорила неделю моды. Коллекция под названием Круиз, безусловно, запомнилась всем присутствующим гостям своей грацией и элегантной роскошью. Анастасия зазнается, что ее на это вдохновили красивые женщины и разные страны. Путешествия. Я люблю очень путешествия. И каждое платье, наверное, у меня где-то рисуется в голове в каком-то городе, в каком-то стране. И мне все спрашивают, почему Круиз, 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 и почему осенне-зимняя коллекция? Говорят, неужели зимой не надо ездить на роскошные курорты отдыхать? Конечно надо, и мы догадываемся, в каких именно платьях Анжелику можно будет увидеть на фоне моря. Чтобы не быть однобокими, поищем противоположное мнение. Вот, например, Катя Ли. Она славится своим неординарным вкусом. Не знаю, мне кажется, что надо оранжевый пластик срочно применять в одежде. И применяем. Мне все равно сиренево. Применяют ли его или нет. А такое вот строгое черное платье в пол никогда не помешает ни одной девушке. Ну вот, не получилось контрмнение. Последняя надежда на сильный пол. Я люблю просто вот эти вот блестящие всякие штуки на черном платье, когда это все так ярко смотрится. Девушка идет и все, блин. Лучшего воздействия на мужчину от платья и ожидать нельзя. В итоге у Анастасии получилось найти путь к сердцам и мужчин и женщин, строгих во вкусах и эпатажных. Такому успеху можно только еще раз поаплодировать. Главным событием 2012 года для Баку, безусловно, станет международный конкурс исполнительной Евровидении. Все подробности прошедшей недели в нашей специальной рубрике «Дневник Евровидения». Привет, друзья Евровидения! С вами ВИДЖЕ и Артем Давыдов. В прошлый раз мы познакомили вас с местом проведения конкурса «Евровидение-2012» в городе Баку. А начиная с этого выпуска нас ждет увлекательное знакомство с каждым из участников конкурса немного поближе. Мы начинаем! Поехали! Первая остановка – это жаркая Греция. На конкурсе в Баку ее представит давно добивающаяся этого права певица и просто красавица Элифтерия. Ее конкурсная песня происходит от имени древнегреческой богини Афродиты и называется «Афродизиак». Сможет ли певица околдовать своим прекрасным голосом зрителей на конкурсе, мы узнаем 22 мая в первом полуфинале. Мы идем дальше и переносимся из жары в холод, а именно в далекую и загадочную страну – Исландию. Дуэт Греты Салами и Йонс является одним из фаворитов на конкурсе. И у ребят, как и подобает фаворитам, подготовка идет полным ходом. Недавно дуэт представил нам официальный клип и английскую версию песни, которая и будет исполнена на Евровидинге. Композиция называется «Never Forget». Боснию-герцеговину на Евровидении представит талантливая певица Майя Сар. Ей не впервой выступать на сцене этого международного конкурса. В 2004 году Майя была пианисткой, а в 2011-м пела на бэк-вокале. Так что нам можно не переживать за ее уверенное исполнение и качественный номер. Песню для конкурса Майя написала сама и называется она «Кора Китизнам». В прошлом году на Евровидении вернулась Италия, которая не выступала целых 14 лет, да еще как вернулась, заняв сразу второе место. В этом году штурмовать международный конкурс будет экстравагантная певица Нина Зили. Песню для конкурса несколько раз меняли, перевозили на разные языки и в итоге пришли к компромиссу. На Евровидении будет исполнена версия на двух языках, итальянском и английском, под названием «L'amore e Femina» – «Out of Love». Вот и подошел к концу наш очередной выпуск. Не забывайте следить за нашими новостями ВКонтакте. Ссылку на группу вы видите на своих экранах. Я, Виджей Артем Давыдов, прощаюсь с вами. До скорой встречи, друзья Евровидения. Пока! Очередной Ньюсбокс подошел к концу. С вами была Карина. Мы прощаемся совсем ненадолго. Уже в пятницу ждите от нас самых свежих новостей. А пока наслаждайтесь весной лучшей музыкой на нашем канале. До встречи в эфире. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!